Всем привет дорогие друзья, с вами Тинина и сегодня мы поиграем в игру по названию Farming Simulator 2017 на карте Долгостроева. Ну что ж, мы прикупили здание новые трактора и сегодня мы будем на них работать. Попросил у нас тут местный фермер, чтобы мы ему задисковали поле, мы ему недавно его вспахивали, а теперь будем дисковать. Вот уже Даня ждет, выгнал свою машину, прогревает вот. Так, ну что ж, наверное я буду за руль садиться. Так, садись Даня. Здорово Даня. Ну что, как у тебя дела? Сейчас как дилишки у тебя? У меня хорошо, все, у тебя супер. Понятно, мы будем потихонечку ехать. Так, ну что, ты будешь работать на тракторе МТЗ-22 и на ХТЗ. Ну да, это ж типа как твой ХТЗ. Поработаешь немножко, потом уже дашь мне немножко, я поработаю на ХТЗ. Блин, конечно, Гаври, Зюка в нашем стиле просто капец, я так скажу тебе. Да, так носит еще твою машину, она вообще кидает, она легкая. А что там у тебя с машины-то поломала? Базу. Вот наши трактора, мой замечательный трактор МТЗ-22 и Данин ХТЗ. Да, ну что ж, будем потихонечку заводить, прогревать. Ой, что ты тут открыл? Так, что ты где? Так, что-то Даня тут говорит. Где вы? Все, трактор я уже запустил, проверяй масло на месте, у меня все на месте, проверяй своего трактора и будем уже отправляться на поле про обуходы. Да, я вчера как раз заправил и свой трактор, и твой, Даня. Вот, хорошо теперь. Ну, просто знал, что мы будем ехать сегодня на... Ну, дисковать будем ехать, короче. И вот под заправил. Так, заводим трактор, запускаем. Так, мне нравится, у меня тут шумоизоляция очень хорошая. Так, ну только вот, мне очень нравится, что двери стеклянные. Их как-то можно немножко бахнуть, разбить. Еще что-то так, Даня там едет, наверное. Я первый проеду. Так, потихонечку будем ехать. Да, вот я, можно сказать, второй раз еду на этом тракторе. Первый раз. Так, ну что ж, будем подцеплять дисковую барану. Так, я, наверное, вот что поменьше буду, а Даня будет подцеплять что побольше. Зеленую, наверное. Так, давайте, блин, как-то развернемся. Тут, да, очень резвый трактор. Так, очень много техники у нас уже тут. Так, ну что ж, давайте вот пытаемся как-то назад. Блин, кто так поставил тут дисковую барану? Ну что ж, сейчас выйдем, подцепим. Так, давайте, мы уже подцепили мы. Ну что ж, вот мы и подцепили дисковые бараны. И теперь будем ехать потихоньку на поле, выдвигаться. Так, да, вот мне очень нравится, что тут реально шумоизоляция очень хорошая. Так, блин, конечно, тут машину поставил. Надеюсь, там Даня проедет, у него немножко побольше дисковая барана. Так, ну сейчас поехали, будем с той стороны начинать. Так, уже нам небольшую копеечку заплатят за то, что мы тут задискуем. Ну, довольно быстро будет это попроще, чем пахота, потому что тут и захват побольше будет. Так, вот грязьюка уже, да, конечно, вымажем немножко наши трактора. Ну что ж, они созданы были для работы, а не для того, чтобы стоять где-то в сарае. Так, вот как на Т-150 их работает, вот сколько уже лет. Они реально работают, а не просто где-то стоять. Так, вот довольно даже быстро мы едем, я даже не знаю, сколько километров мы едем. Где-то 15, может и больше. Вот смотрите, как он как будто и не чувствует эту дисковую барану. Так, тут мне немножко подлагалось за то, что там техники много. Так, ну что ж, вот мы уже и первый раз прошлись. Так, ну заход довольно такой приличный, я вам скажу. Сейчас где-то Даня будет еще идти, ехать точнее. Субтитры сделал DimaTorzok Даня будет еще один раз. Даня будет еще один раз. Даня будет еще один раз. Ну что ж, ребята, вот уже мы довольно такой большой кусок задисковали. Да, вот что-то там Даня встал, сейчас посмотрим. Наверное, попрошу у него прокатнуться на его тракторе, поработаем немножко. Что-то интересно, что-то интересное не работало еще на нем. Да, он такой новый довольно, я тоже еще не работала, вот только сбоку покатался с ним, когда мы его покупали. Так, ну мне в принципе нравится на моем работать очень быстро, я тут дискуем, вот проехали. Так, и что же, вот давайте тут оставим трактор, заглушим его. Так, он что-то не глушит, наверное, соляры, но... Ну что, Даня, ты тут остановился? Да вот, на один подшипник на катке развалился. Еще не развалился, но скоро развалится, думаю, да дискуем это поле и развалится. Ну, понятно, да, тут старая барана. Ну, давай, можно я прокатнусь на твоем тракторе, поработай немножко. Да, прокатнись, ну, я пока местно твоем прокачусь. Да, вот на тебе ключи, я его заглушил. Так, садимся в трактор. Ну, у меня трактор заведен. Да, у меня тут все заведенное. Так, давайте тут пускаем, дверь сейчас закроем. Так, довольно такой большой его трактор. И тоже резвенький такой. Так, ну что ж, давайте закроем двери. Блин, что-то, как тут закрывать, сейчас посмотрим. Так, сейчас вот закрываем дверьку. Так, у него тут много чего открывается. Я смотрю, вот это что-то такое. А, это у него сидение какое-то. Да, у него тут много реально чего открывается. Вот это вот окошко он открыл. Так, давайте посмотрим. Даже на рулю что-то отодвигается. Ну, реально, интересный у него трактор. Мне кажется, даже будет поинтереснее, чем мой. В салоне все так более наворочено. Да, и так ехать довольно посадка такая удобная. Так, давайте немножко поедем от третьего лица. Тут такой ракурс как раз прикольный. Включаем свет. Да, мне кажется, так будет покрасивее со светом. И что ж, будем вот так вот потихоньку продолжать. Вот уже тут небольшой кусочек нам остался. Тут кусочек, да, дискуем. И вот еще тоже слева кусочек. Ну что ж, будем продолжать так потихоньку работать. Ну вот, мы уже и закончили вот этот вот кусок. Даня сейчас доедет. Да, что-то не очень быстро на нем действует. Ну понятно, техника для него еще новая. Освоиться нужно... Наверное, мы и закончим на этом хтз. Тут дисковать. Так, давайте проедемся тут. Да, тут буквально раз пять мне где-то пройтись. Сейчас еще Даня подъедет. Да, тут немного осталось. Где-то минут за тридцать мы это и все задисковали. Потом поедем, заберем денежку. Точнее, может даже потом вечером, наверное, съездим. Сейчас как-то уже немножко устал. Учится поехать отдохнуть. Еще колесо менять на буханке. Это тоже очень плохо. Как-то не очень хочется. Ну, может потом съездить на шиномонтаж. Может там сделать нам. Тут у нас есть в деревне шиномонтаж. Так, давайте немножко от первого лица прокатнемся. Да, вот плохо, что тут здесь вот эта водонапорная вышка. Было бы очень хорошо, если бы я тут не было. Поле бы разровняли бы этому владельцу. Сколько бы тут еще урожая было бы? Ну да, тут очень много мусора какого-то. Видно, старая она очень. Так, ну что ж, вот мы и продолжаем. Даня вот подъехал. Так. Потихонечку будем продолжать. Потом закончим, отгоним технику. Ну что ж, будем вот так вот продолжать нашу дискацию. Можно так даже сказать. Да, ну довольно удобно тут в тракторе. Музыки, правда, не хватает. Еще магнитолу тут Даня не подключил. А нет, вот подключил уже. Наверное, не говорил. Ее просто не было, пока докуплял. Были только колонки. Так, блин, ну реально неудобно тут разворачиваться. Очень близко к забору взяли. Так, тут уже кусочек вообще небольшой. Блин, я тут зацепил немножко. Да, реально тут очень мало территории. Вот реально Даня тут проехался. Это очень помогает. Так, он остановился. Наверное, меня пропускает. Да, вот тут вот берем. И все, вот, можно даже сказать, заканчиваем. Так. Ну, мне кажется, тут огрехи останутся. Но небольшие. Блин, просто топчать. А нет, большой останется. Ну все, Даня, наверное, проедется. У нее трактор не такой тяжелый. Так. Ну что ж, сейчас будем поднимать потихоньку плужок. Давайте ее сложим. Чтобы он не был такой... Такой это... Ну, чтобы не так мешал. Так, как-то тут проедем. Блин, не хочется сильно ехать по этому, там, где мы дисковали. Так, ну ничего, придется. Вот, давайте тут немножко так проедемся. Так, давайте тут проедемся. Будем потихоньку ждать Даню. Так. Спросим у него, как ему мой трактор. Мне его очень понравился. Трактор такой довольно удобный. Тут можно много чего сделать. Ну что ж, вот уже он там заканчивает. Так, давайте немножко подождем. Тут остановимся. Так, надеюсь, там ничего не сломалось. Так, теперь попробуем открыть дверь. Вот, открываем. И сейчас его подождем. Так, что-то... Так, Даня вот уже и поддержает. Так. Ну что ж, давайте спросим у него. Открываем дверь. Так, ты где, Даня? Пропал тут. А вот. Ну что, как тебе мой трактор? Трактор очень удобный, внимательный, но довольно мощный. Из-за чего этого можно неплохо и исправляться как кинг с небольшими зацептеками. Прям трактор. Ну я тебя понял. Ну что ж, давай теперь будем ехать на базу потихоньку. Так, будем езжать. Да, давай я поеду на что-то, я поеду на что-то, я поеду на что-то, я поеду на что-то, я поеду на ММЦ. А, ну давай тогда так. Давай сидимся. И что ж, теперь будем ехать так. Вот, все, поехали, да, уже немножко я отвык, привык на Даняном ездить, сколько тут проработал. Так, мы сейчас загоним и как-то поставим. И думаю, что будем на этом заканчивать. Надеюсь, вам РП-шка понравилась. Так, давайте заезжаем во двор. Ой, точнее на базу. Так, блин, немножко занесло. Так, вот заезжаем. И сейчас мы Даню дождемся и будем, наверное, на этом заканчивать. Потом отцепимся. Так, глушим пока что трактор. У меня тут что-то крышка открылась, наверное. Мотор вот замазался, вот смотрю. Так, закроем дверь. И где он там, где-то там должен ехать? Нужно ж это... Ну, сейчас его подождем. Так, ну вот уже он и подъехал. Так, сейчас у него спросим. Так, давайте откроем дверь. Ну, чё, чё ты? Давай будем, будем отцеплять. Нет, нет, я своего трактора возьму. Мне нужно дома распахать огородик, то нужно посадить картофель и посади помидорчик и огурчик, овощ. Ну, тебе огород не сильно большой, чё ты будешь такой трактор гнать? Да, не, сейчас страшно съезжу. Ну, ладно. Ну, будет проще и быстрее. Ладно, на этом мы будем прощаться. С вами был Тнинин. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok